Острого дня, господа нажиманы! С вами снова Алексей Подомарев и ножевая колонка Knife News. Прислали мне фото интересного Варн Клиффа от компании Два Солнца. Ну, хотел прям вот про него сделать сюжет, начал копаться и нет, отвлекся на вот этот листочек. Все-таки есть ножи интереснее, чем тот Варн, что мне прислали. Не очень люблю Два Солнца, они такие вот мутные китайцы для меня. Не знаю, не люблю почему-то я их, но этот нож, зараза, зацепил. Во-первых, конечно, мне кинулись в глаза эти самые глазки для открывания ножа. Они мне что-то напомнили, что-то царапнули мне в сердце, и я опять ими недоволен. Но конкретно этот нож на М390, на практически интегральной рукояти и, что важно, слив джойнт. Это круто. Многие ругают, что там нет никаких М390, и тусаны на самом деле всех лечат. Но не знаю, не проверял, у меня ни единого не было. Я оцениваю исключительно внешние моменты. А внешних моментов, которые меня зацепили, здесь много. Во-первых, это смещенный осевой. Большой, крупный, с такой хитрой шайбой. И очень смещенный в сторону указательного пальца. Прикольно. Даже выглядит прикольно, не говоря уже о механике и всем остальном. И, конечно же, самое главное, тот самый слив джойнт. Интегральная рукоять, это когда берется один кусок материала, металла, и из него фрезеруется рукоять. Мы помним, что так делает, ну, например, Lion Steel. Это круто, это модно. Какие-то крутые мастера делают это вообще за атомные деньги. А тут вроде как вполне доступные деньги, говорят, стоят эти самые два солнца. И полуинтеграл. Почему полу? Потому что на половине спины на три винта посажена пружина, которая выполняет роль того самого слив джойнта. Мне такой конструктив очень понравился. Я очень призадумался. И, может быть, когда-нибудь возьму себе такую штуку на вооружение. Никоим образом не рекламирую. Просто делюсь техническими находками, которые меня цепляют. Некто Валли-118, называет сам себя найфоголиком, показал потрясающий дисплей для экспонирования своей коллекции. Это очень крутая штуковина. Это огромное деревянное панно в контурах или в контурах Манникса. Большого страшного Манникса. И теперь он такой двухметровый. Из качественного шпона. Там толстенный написано, что из двух миллиметровки я всегда считал, что шпон это 0,8. Не столер, не буду никак вообще вмешиваться в эти терминологии. Здесь есть вот такой крутой металлический шаблон. По нему резался и шпон, и на него же он и клеился, чтобы не колбасило эту штуковину на стене. В описании этого держателя написано, что здесь и натуральное дерево, и столюка, и магниты. На все этих неодимовых магнитиках, на маленьких шпеньках держатся эти замечательные ножи. Аж 13 ножей в данный момент на него помещается. И на стену он вешается всего-навсего за две точки. За спайдер-холл и за темлячное отверстие. Такие две прикольные штуковины на стене, и всем этим вот огромным маниксом эта стена покрывается. Мне очень понравилась эта идея, и когда-нибудь в какой-нибудь очередной съемной квартире я себе так стену оформлю. Правда, очень круто. Надеюсь, вам тоже понравилось, и кто-нибудь когда-нибудь похвастается примерно таким же дисплеем для своей коллекции. Друг ножеман, не забывай подписываться на мой канал, нажать клавишу подписаться на красного цвета и колокольчик. В этом случае у тебя будут все оповещения о всех моих свежих видео. И, конечно, подписывайся на меня в соцсетях instagram.com slash brutalica. Хороший, красивый фото на живой аккаунт. Все фотки, все видосы пилю я лично. Мне это интересно, я делаю это ежедневно, отмечая меня в своем инстаграме, и тогда попадешь ко мне в сториз. Подписывайся instagram.com slash brutalica. И, конечно же, поставь лайк и напиши коротенький коммент к этому видео. Это позволит мне работать и дальше без всяких рекламных вставок в моих видео. В одной из ворсминских мастерских увидел прикольную тему, которую видел давным-давно. Но здесь вот прям многие моменты, которые мне нравятся, прям слились воедино. Во-первых, конечно, моя любимая стабильная шишка. Не знаю, прикалывает меня, вы не раз уже видели в новостях этот самый материал. Обычная сосновая, еловая, какая угодно шишка. Заливается смолой, стабилится, и потом пилится, вскрывается вот такой классный, замечательный узор. Здесь же еще это и два якута. Они складываются друг в друга, и рукоять одного ножа является ножнами для другого ножа. Идея не нова, но все равно это очень прикольно. Круто, что это якут, спущенный в ноль якут. Кто не смотрел воскресное видео, посмотрите, я ругаюсь по этому поводу. Далее, здесь опять же шишка, ножны в ручке. И плюс ко всему это разные клинки. Здесь обычный борсминский дамаск, простенький такой, так называемый дичок. Ну или крученый, там его по-разному называют. Но для искушенного зрителя это все-таки дичок. А вот второй клинок из N690. Вот уж не знаю, как они там хотят, не хотят коррозировать между друг другом, но это вообще не важно. Потому что нож прикольный, единственное, чего я не понял, почему он называется клык. Возможно, потому что больше это напоминает еще и клык-моржа. То есть, понимаете, клык-моржа имеется в виду на подкорке, якуты, и шишка и стабильная, и вообще все круто. И в принципе, мне всегда нравились эти ножи, которые вкладывались друг в друга. Потому что в первый раз я эту идею увидел живьем у Межова. Вот в этой золотой и серебряной композиции «Принц и нищий». Крутая идея, которая была у меня в руках, ну это к году в 2006, наверное. Ну, ювелирные изделия, все понятно. А вот, к сожалению, фотографию работы «Дружбы народов» я так и не нашел. Если вы знаете, где есть хорошие фотки этого произведения от той же самой мастерской Межов, то кидайте, пожалуйста, в комментарии. Она действительно прикольная. Она тоже была сделана году, я так, в 2007-2006. И про 2014-2015 годы никто в тот момент еще не подозревал. Ссылку на Борсминскую мастерскую обязательно оставлю под этим видео. нашего производителя поддерживать надо, тем более сейчас в столь тяжелых условиях. От России к Африке есть замечательный аккаунт, который собирает африканских мастеров, насколько я понял. И вот один из них. Тинус Стоун делает эти замечательные варны. Да, в первую очередь это все-таки варны, это ровная режущая кромка. Хотя мы все видим, что это наш любимый садовый советский нож. Ну, хотелось бы думать, что это так. Это слип джайнты на стабильной рукоятке и с прямой режущей кромкой. Отдельно мне понравилось, что здесь ручной продольный сатин. И по подгонке все очень хорошо. Еще один тонкий момент, что здесь нет ногтевого зацепа. Имеется в виду, что ширины клинка хватает для того, чтобы взяться за него одной рукой, второй за рукоять и разложить. Это прикольно. Ножи весьма интересные. И, конечно, второй мастер. Тон Спринцлоу сделал этих замечательных жирафов. Это углеродистый клинок 1095, но с авторской зонной закалкой. Прикольная линия хамона, строгие линии, все как надо. И, конечно, гравировка тех самых жирафов на бронзовой рукояти. Прикольно, не очень сложно, не очень, я вам скажу, ювелирно сделано, но знаю, что этот предмет продается за 780 долларов. Сколько это на сегодняшний день? Умножайте сами. Не так давно отгремел праздник 9 мая. Ну, как отгремел? В сейчасшних условиях весьма тихо прошел. И многие ножевые производители пытались давным-давно долго делать что-то для этого праздника Победы. Понятное дело, выставок и каких-то у нас там ивентов не случилось. Но выплеск, всплеск этих самых изделий в социальные сети все-таки произошел. У Тимшина Ростислава я увидел практически идеальное, с моей точки зрения, изделие. Без всякого кича, но с поддачей просто бомба. Изумительный кожаный планшет, в котором загружен NR40. Конечно же, копия. Наверное, это все-таки правильно назвать NA40, но пусть будет NR40, нам так привычнее. Пуговица со знаком СССР, с гербом. И у меня такое ощущение, что пуговицы такой я не помню. Может быть, это даже формованная монета всего-навсего. Твердокожаный переплет этой самой книги-планшета. Не знаю, как это правильно сделать. Портрет генералиссимуса. Внутри находится орден Великой Отечественной войны. Патрон от трех линейки. Самое главное, что патрон тоже 40-го года. Боевой патрон с непробитым капсулем. Уж не знаю, кому и как он достанется. Что еще? Еще то, что поддача у этого предмета на самом высочайшем уровне. Мне очень понравилось. Насколько вкусно, классно это сделано. И сколько негодующих комментаторов под этим изображением. Действительно, немало народу ломанулось поругивать этого самого мастера. Я могу сказать, что у меня, наверное, на 2-3 выпуска может хватить всего того, что накидали ножепроизводители на эту самую победную тему. И вот там ругать можно много. А здесь, сугубо мое личное мнение, ругать не за что. Это очень круто сделанный предмет. Полностью весь как подарочный фолиант. Я специально не заостряюсь на ноже, потому что здесь для меня в первую очередь это подача. Конечно же, ссылку на этот замечательный нож я оставлю под этим видео. И вы сами посмотрите, полистаете и вообще. Ну а для ленивых или для тех, кто еще не решил идти или не идти по ссылке, скажу, что идти надо. Потому что нож сам по себе там тоже очень интересный. Это Рекс-121, каленный на 67 единиц в обкладках из нержавеющего Дамаска. Ну и, конечно, там же вы увидите, сколько народу над этим произведением трудилось. Там 5 или 6 очень звонких имен. А вот у Дмитрия Сергеева, который был в позапрошлом выпуске, вышла очень крутая маленькая тяпочка. Она меня восторгла абсолютно. Здесь 95Х18 на обкладках и моя любимая Д2 в середине. И все это еще варено через никель. Плюс ко всему, это стабильная березовая рукоятка на три пальца. Аккуратненький маленький тяпающий ножичек. Единственное, что я бы придрался к гринду. Я бы хотел плоскую поверхность обуха для того, чтобы можно было упереться большим пальцем. Но, наверное, такие нагрузки для этой штучки маленькой тоже не сильно предназначены. Здесь используется еще латунь, еще вставка из G10. И мне понравилось, что у этого ножа есть замечательный потайной момент крепления темляка. Именно этим темляком можно заполнить ту самую пустоту под мизинцем, которая якобы кому-то может помешать работать таким интересным ножом. Тяпочка классная, красивая и, конечно же, очень круто, что у нее есть такие классные ножны для горизонтального ношения. Мастер открыт к заказам. Я думаю, что если обратитесь напрямую, то, может быть, кому-то из вас повезет возыметь такую тяпку. Я бы лично себе такую хотел, но ножей уже девать некуда. Весна на дворе. Вот-вот начнется лето. Очень хочется на рыбалку. Не знаю почему, решил вспомнить про вот эти очень старые, казалось бы, нативы, которые сделаны в виде блесен. Вот эти замечательные рыбки в свое время стоили аж 480 долларов. Ну, помимо того, что у них были вот такие крашеные рукояти, они еще были из стали. Весьма интересный. LC200N. Называется это сталюка. Спаи периодически из нее что-то делают и говорят о том, что это одна из самых круто защищенных от коррозии стали. Видимо, H1 им уже не очень нравится. Ну и совсем добивкой первый цех порадовал, сказал, что у них выходит новый нож. Рабочее название Сиськи. Я уж не знаю зачем, но именно так они его назвали. И логотип этого ножа барышня с созвучным названием формами и ножом в руках. Посмотрим, пойдет ли этот нож в серию. С вами снова был Алексей Пономарев. Рассказывал вам всякие интересные ножевые пономаревости. Смотрите меня два раза в неделю во всех мониторах страны. А этот выпуск со мной записывал нож от компании Steelville. Это синий Sargas. Очень, я вам скажу, монструозный ножичек. Этакий чинук за недорого. D2, G10, высокие спуски, хороший флип и очень резучая эргономика. Его берешь в руки, хочется взяться и сразу что-то мощно отрезать. Сколько стоит, сколько весит, ищите по ссылке под этим видео.